Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Несколько раз подряд меня просили показать паштет из печени. Вань, тебя имею ввиду. А я всё время отверался, мол, нет тут в магазине печени и всё тут. Захожу с утра в ближайший магазин и вижу на прилавке печёнку. Представляете, впервые за полтора года жизни здесь, в этом магазине есть печёнка. Может, меня уже испанцы смотрят? Ну, по крайней мере, директор этого магазина. Короче, купил я печёнку. Давайте готовить. Поехали. Важное замечание. То, что практически повсеместно, по всей территории, по средству пространства называют паштетом, ну, это такая намазка из баночки, паштетом не является. Паштетом это станет только тогда, когда эту пасту завернут в тесто, запекут в духовке, в результате начинка сожмётся, уменьшится в размере, вся корочка эта, тестяная, зарумянится. Этому блюду дадут остыть, в корочке проделают отверстие, туда нальют крепкий мясной бульон, такой желатинизированный. Это всё остынет, желатин застынет, и только тогда вот это вот блюдо называется паштетом. Я вас пугать такой хитрой технологии не буду, но в результате повторения сегодняшнего рецепта вы получите такое блюдо, какое ни в каких магазинах, сто процентов даю, не видели. Давайте начинать. Нужно нарезать овощи. Особенно мельчить смысла нет, режьте как удобнее. Я их сейчас буду обжаривать, а потом всё равно всё через мясорубку пропущу. Начинать сегодняшнее блюдо надо именно с овощей, им дольше обжариваться. Паштет такого типа можно делать и с говяжьей, и с свиной печенки. И пофантазировать с пряностями тоже можно. Итак, начинаю на растительном масле обжаривать овощи. Вы, наверное, замечали неоднократно, что если лук слишком злой, то во время начала обжарки он начинает издавать такой неприятный резкий запах. Так вот, к тому времени, как вот этот неприятный запах исчезает, лук начинает золотиться слегка, краешки самые. Вот именно в этот момент и можно добавлять морковь. Вот, смотрите, видите краешки лука? Уже начали приобретать вот этот золотистый оттенок. Добавляю морковь. Тут важно и отрезки их запахов исправиться, и луковый сок еще сохранить. Пока овощи обжариваются, займемся с печенкой. Хорошо, если она у вас чистенькая и никаких следов желчи на ней нет. Надо ее просмотреть всю и негодные кусочки отрезать. Ну и протоки тоже желательно удалить. Хотя, конечно, если испорченные желчью кусочки на вкус повлияют, то всякие протоки в блендере все равно в мелкую пыль будут разбиты. Так что смотрите на свой вкус. Так, что тут у нас с морковью? Прекрасно все. Добавляю коньяка и поджигаю. Брови и ресницы берегите. Сейчас весь спирт выгорит, а обалденный аромат коньяка останется. Пора уже печенку томить. Немного оливкового масла в кастрюлю и печенку туда же. А над овощами уже хватит измываться. Выключаю нагрев. Смотрите, любая печень готовится очень быстро. И самый простой способ ее испортить, это пережарить. Поэтому следите за ней. Разрезайте кусочки. Как только красного мяса внутри не осталось, тут же снимайте с огня. Причем, когда я говорю сырое, это значит красное мясо, а не розовое. Снять нужно с огня, когда сок в этой печенке еще розовый. Нам еще готовить и готовить. Сто раз пересушить успеем. Все, снимаю с огня и перекладываю в чашку. Остывать. Смотрите, для чего мы ее сейчас доводили до такого состояния. Дело в том, что сырую печенку довести до однородности, вот развять ее в пасту, очень затруднительно. Вот такую вполне. И при этом она уже не сырая, но еще не готова. Теперь надо дождаться, когда и овощи, и печенка остынут. Градусы до 40-45. То есть это когда они еще горячие, но рот уже не обжигают. А я пока замочу желатин, пусть наглухает. То, что я сегодня готовлю, называется галантин. Пасту, которую в принципе можно съесть и так, я собираюсь запечь в духовке. Листики желатина надо залить прохладненькой водой, чтобы набухли. А потом уже будем доводить их до кондиции. Вообще говоря, вот такая паста, масса, ну паштет на советский лад, становится вкуснее, если у вас хватит выдержки, оставить ее в холодильнике хотя бы на два дня. Короче, тренируйте силу воли. Пока тут все остывало, я тут слегка прибрался и установил свой чудо-агрегат. Сейчас все буду измельчать и перемешивать. Измельчать можно и в мясорубке, и погруженным блендером, и перетерять через металлическое сито. Кому в чем удобнее. Если будете пропускать через мясорубку, сразу добавлю немного соли. Придется раза два, а то и три, может быть, пропускать до однородности. Все более-менее однородное. Надо попробовать. Отлично! Очень удачно я с солью в первый раз попал. Сейчас. Так, перец. Мне очень нравится, когда в готовом паштете попадаются целые зернышки перца. Я уже рассказываю вам постоянно эти байки про эти маленькие бомбочки, которые взрываются на языке. Вот это про них. Я использую зеленый. Вы же решаете сами, добавлять вам перец или нет. Если с перцем я вам позволяю немножко вольностей, то вот мускатный орех здесь обязательно. Его можно и уже натертый покупать. Но вот у нас здесь имеется, а даже целенький. Я использую его. Еще один момент. Если вы готовите этот паштет из... Ой. Если вы готовите этот паштет из говяжьей или свиной печени, то обратите внимание, что эти продукты имеют более резкий вкус, чем птичья печенка. И этот вкус можно хорошо сгладить, добавив сливок большой жирности. 30% примерно. Ну и обязательно в конце нужно добавить размягченного сливочного масла. Вот со сливочным маслом есть отдельная хитрость. А если вы поторопитесь и начнете добавлять масло еще в горячую печенку, то оно там внутри растает. А затем, когда паштет ваш, галантин, застынет, это масло соберется такими маленькими крупинками. Ну, как это бывает в топленом масле. Это не идеальная консистенция. Я пока яблоко порежу. Агрегат пусть пожужжит. Давайте смотреть. Идеально. Снимаем пробу. Как я люблю пробу снимать. Отлично. Самые терапыги уже могут сейчас приступать. Перекладываю все в форму. Напоминаю, печенку я снимал с огня, когда она еще давала розовый сок. Поэтому сейчас буду доводить до полной готовности. А в качестве крышки, которая к тому же добавит яркости нашему галантину, у меня выступают ломтики яблок. На мой вкус лучше всего подходят сюда зеленые кисло-сладкие сорта. Ну, вы можете со мной не соглашаться. Ну вот, почти последний завершающий штрих. И в духовку. У меня там 180 градусов. Сколько держать галантин в духовке, зависит от целой кучи факторов. И объема вашей посудины. И от реальной температуры там. В общем, ориентируйтесь на внешний вид яблок. Стали мягкие, можно вытаскивать. У меня это займет, наверное, где-то полчаса. Может быть, 25 минут. Я пока займусь желеем. Желатин уже размок. Надо его смешать с кипятком. А вы читайте инструкцию на упаковке. Сколько надо желатина, а сколько воды. Галантин я готовлю из куриной печенки. Поэтому и желе у меня будет на курином бульоне. Те из вас, кто в ВКонтакте в группе культурной пропаганды состоит, видели, я фотку недавно выкладывал. Вот здесь. Готовил демигляс из куриных костей. Готовил я его так же, как и вот в этом ролике. С той лишь разницей, что здесь кости были говяжьи. А так, один в один практически. И вот в этой баночке у меня результат. Все мне понадобится на эту форму буквально половину чайной ложечки. Вкус у него чудовищно концентрированный. В принципе, конечно, можно и на обычном бульоне желатин развести. А то и просто на воде. А то и вообще не заморачиваться и съесть без всяких яблок над паштет. Прям так. Но я-то показываю, так сказать, идеальный вариант. А уж как его упростить, вы сами сообразите, верно? Осталось залить все желе. Теперь надо подождать, когда все остынет до комнатной температуры и отправить в холодильник. По крайней мере на сутки. Наберите терпения. Итак, вчера я загрузил галантин в холодильник. Давайте смотреть, что получилось. Выглядит эффектно, не правда ли? Толстым слоем на свежий багет. Сразу несколько бутербродов надо сделать, чтобы съемочная бригада не загрызла. Ну что, протестируем. На ходу подметки рвут. Очень нежная консистенция. Такой тонкий аромат коньяка, а когда горошина перца на зуб попадается, просто фантастика. И яблоки сверху так тонко-тонко вкус подчеркивают. А представьте, как вот эта плошка будет выглядеть на прачечном столе. А? Вот и я о том же. Вот и все на сегодня. Понравилось? Не поленитесь поставить лайк. Ютуб в листах выдачи это видео повыше поднимет. Больше народу такой классный паштет приготовит. Ну не паштет, а галантин, но не суть важна. Вы в курсе, как кулинарную пропаганду в соцсетях найти, так что удобно? Во-первых, конечно, в описании видео все ссылки есть. А во-вторых, на главную страницу канала переходите. И вот в этом уголочке все ссылки активные. Щелкайте, заходите. Да, как вы считаете, не пора еще очередной вечер вопросов и ответов устраивать? Отмечайтесь под видео. Спасибо за компанию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok